Приветствую вас! Давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что у автора была подруга, с которой они общались в институте. Но потом общаться стали меньше, она переехала, и автор поняла, что не совсем близка к подуху. Ей бывшая подруга, плюс были поступки с её стороны, которые показались очень глупыми и эгоистичными. Она не объяснялась, просто перестала отвечать на её сообщения. Ну а та писала, спросила, почему не отвечать. Далее произошли ряд событий, которые привели к тому, что общение возобновилось. Вот, выяснять отношения автор по-прежнему не хочет. И вот, как бы, спрашивает, как ей поступить, если бывшая подруга по факту продолжает писать, да? Вот, а автор уже не хочет с ней общаться. Смотрите, я думаю, что ключевым моментом вашей ситуации является то, что у вас есть некое отторжение человека. Вам что-то не понравилось, что-то вы не приняли, но вы этого не выразили. И от этого, от того, что вы этого не выразили. Мне кажется, у вас остались непонятки относительно того, что вы чувствуете к этому человеку. Вот. То есть, очевидно, что какие-то чувства у вас есть, а вот что это за чувства, вы пока определить не можете. Возможно, потому что привыкли себя сдерживать, оправдываясь воспитанием и правилами приличиям, может быть, поведением. Ну, то есть, хотите делать, чтобы у вас было хорошее поведение. И это нормально. Это нормально, что вы пытаетесь оставаться правильными, хотите, хотите быть правильными и так далее. Только всё же своим чувствам, как мне думается, внимание уделять полезно. Вот. Поэтому я думаю, что как вам поступить, психологи не подскажут. Мы не говорим людям, как поступать. Но вот разобраться в ваших чувствах, что вы чувствуете и чего вы хотите. Вот это, как мне думается, вполне реально это сделать. Вот. А дальше, после этого, после того, как вы разберётесь в своих чувствах, уже можно будет, значит, думать. уже можно будет смотреть на мапу, как бы вы хотели действовать и в какую бы сторону вы хотели бы двигаться. Вот. Я думаю, я думаю, что как-то так можно ответить на ваш вопрос. Вы это можете сделать либо с психологом, либо вы это можете сделать самостоятельно, значит, через человека, который, которому вы доверяете. Вот. Если такой человек у вас есть, я очень надеюсь, что такой человек у вас есть. Вот. Вы можете это сделать. Вот. Вот. Таким образом, я думаю, вы сможете найти ответ на свой вопрос. Потому что, ну, то, что у вас есть противоречия, то, что вы, ну, не знаете как поступить, то, что вы мечетесь. Вот. Это… Это… Это нормально. В ситуации, которую вы описываете, это абсолютно нормально. Наша задача помочь вам с этим разобраться. Наша задача помочь вам это для себя подкорректировать, да? Вот. Чтобы вы понимали, чего вам хочется. Вот. То есть, как будет, ну, как будет для вас лучше в этом, значит, в этих ситуациях. Ну, понятно, что, я надеюсь, понятно, что, кроме вас на этот вопрос больше никто не ответит. Только вы можете ответить. Вот. Ну, и то, что у вас остались чувства, вот, которые не выражены до сих пор. Вот. Это тоже, на мой взгляд, вполне очевидно. Это тоже, на мой взгляд, совершенно нормально. Вот. И очень важно, чтобы вы их смогли выровнять. Вот. И после этого, после этого, я думаю, вы сможете, сможете для себя решить, как бы, выходить. Как бы вы хотели действовать, как бы вы хотели, ну, поступать. Вот. И ваша проблема, я думаю, разрешится. Вот. Только нужно учитывать, обязательно, обязательно нужно учитывать, что никакого правильного решения, да, никакого, скажем так, хорошего исхода, когда бы все были довольны. Нет. И быть не может. Потому что, ну, кто-то, кто-то всегда будет чем-то недоволен. То есть, либо это будет вы, либо это будет подруга. Вы говорите, вы говорите о том, что какие-то действия показались, действия подруги показались вам глупыми и эгоистичными. И вот тоже хотелось бы это, по возможности увидеть, да, что именно вы, ну, таковым считаете. Вот. То есть, что вы таковым называете. Вот. И, возможно, вот, то, что вас задевает, ну, в этом смысле, поможет увидеть, скажем так, то направление, вот, в котором вам, значит, можно будет предложить двигаться. Вот. На этом все. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Обращайтесь. Итак, спасибо. Продолжение следует...